Вопрос такой. Моя самая большая проблема придумать, что съесть. Как начинают питаться правильно, становится скучно через неделю. И я срываюсь, что делать? Друзья, ну вообще жить в какой-то дисциплине, можно сказать, что это скучно. Но я бы не сказала, что жить в дисциплине скучно. Вот если я так вот рассмотреть мой день, то мой день это, конечно же, безусловно, дисциплина. Я человек вольный. Я могу, в принципе, встать тогда, когда я хочу. Хоть до 12 спать. Нет. У меня будильник, который мне будет в одно и то же время. Потому что если сегодня буду ложиться спать, когда мне вздумается, завтра буду вставать, когда мне вздумается, я собью все свои биоритмы и я просто перестану спать, как положено. Кстати, я уже проходила такую вещь. А потом я вольна заниматься, чем хочу. Могу вообще ничего не делать. Но что-то я брусь в спортивный зал. Причем не просто пешком, а желательно пробежка и так далее. Потому что я точно знаю, каждый день я или молодею, хорошею, а для меня это набираю мышечную массу, либо каждый день простое я эту мышечную массу просто сливаю. Смысл вообще заниматься собой, если ты склонна сливать результаты своего труда. Я не склонна сливать результаты своего труда. Вы знаете, кто... Можно сравнение? Вот кто когда-то делал лазерную эпиляцию? Вы сначала вкладываете деньги в лазерную эпиляцию и получаете зону бикини без лишних волосков. А потом поддерживать надо. И если вы не поддерживаете раз в полгода такая дежурная процедура, то опять все вылазит. Прям опять все вылазит. Ну вот я не знаю, с чем сравнить. Я сейчас говорю о том, чтобы вы не сливали результаты своего труда. А теперь давайте о питании. Вот смотрите, если вы побывали, закончили или сейчас находитесь в системе старости нет, то я же вообще не ограничиваю. Вот кто я такая, чтобы я вам что-то ограничивала. Питайтесь чем хотите. Начиная с третьей ступени, вы будете даже способны рассчитать, сколько пельменей вы можете съесть. Вот хочется вам пельмени. Вы можете съесть пельмени, чтобы не передозировать, например, гликемическую нагрузку выше 5 или выше 10 грамм. Ну кто на третьей ступени, кто уже прошел третью ступень, эти люди это знают. То есть питайтесь чем могут. Мороженое можно, только посчитайте, сколько можно лично вам. Клубнику можно, только посчитайте, сколько можно лично вам. Друзья, ну просто для этого нужно иметь внутри, в голове очень строгую инструкцию по эксплуатации своего личного углеводного обмена. Потому что либо вы работаете на свой личный углеводный обмен, так чтобы он никогда, никогда не поломался. Либо он поломается, и вот этот разрушенный углеводный обмен потом восстанавливать, ну потенциально проблематично. Вот тогда уж точно нельзя никак косячить. Заканчивает одна моя студентка. Я тогда работала курсом трансформации тела. Это был трехмесячный проект. Видите, с тех пор я запускаю 9-месячные проекты, потому что я точно знаю, чем дольше я с вами, тем дольше у вас мотивация. А, представляете, 9 месяцев я с вами. Это значит, мотивация у вас просто, она становится вашей мотивацией. Вы никуда не денетесь от меня. Так вот, тогда были трехмесячные проекты. Я, эта девушка, отдала 10 лишних килограммов, 10 или 12 сантиметров в талии, и на выпускном задает мне такой вопрос. Лена, а когда можно будет питаться нормальной едой? Я говорю, слушай, а что в твоем понимании нормальная еда? Она говорит, ну там пельмени, крекеры. Это значит, она ничего не поняла. Ну, может быть, не слушала видео. Но я не знаю, я не знаю. Ну, в общем, а теперь прямо отвечаю на вот этот вопрос. Скучно питаться, да? Во-первых, скорее всего, я не знаю, что в вашем понимании ПП, но то ПП, которое мы учим, благодаря книге «Старости нет», «Система старости нет», нравится абсолютно всем. У меня, знаете, какое благо приобретения на этом питании? Я раньше готовила всегда сама. Трое детей, муж, я. Ну, в общем, я была инициатором, я там стояла на кухне. Ну, представьте, огромное количество людей накормить. Я никогда не любила готовить. Вот никогда не любила готовить. Но я готовила, куда же мне деваться? Когда мы перешли на функциональное питание, мой муж понял, «Боже, мясо, надо приготовить мясо». Ну, разве можно женщине доверять приготовлению мяса? Нет. И он сам стал готовить мясо. Да такое! Вот. А я какое-то время готовила рыбу. Потом Юра научился и рыбу готовить. Ну, в общем, мясо, рыба, птица. Боже, какую индейку делать? И я слышу это от огромного количества моих студенток. Женщины. Ну, просто их, короче, их мужчины выгоняют из кухни. Потому что задача женщины – приготовить салат. А задача мужчины – очень вкусно приготовить серьезное блюдо. А мужчины любят готовить серьезное блюдо. Вот. А еще отвечу на ваш вопрос. То есть, первая моя часть ответа на ваш вопрос – вы, наверное, не поняли, что такое правильное питание. Может быть, для вас это тертая морковка с капустой. Конечно, на таком долго не продержишься. Я просто не знаю, что в вашем представлении правильное питание. Вот. А второй момент. Я читала когда-то книгу. Ну, делать было нечего. Что-то вот не знаю. Взяла и прочитала книгу. Она мне не понравилась, но тем не менее. В общем, там описывалась жизнь человека. Но он не аутист, а это как-то по-другому называется синдром. Но я, к сожалению, сейчас быстренько о нем вспомню. В общем, знаете, как он… Это люди, которые очень ответственно относятся к жизни. И у них все разлиновано. Все разлиновано. Так вот, каждое там субботу он ехал в супермаркет и делал закупки по однажды составленному меню. Меню, между прочим, там в книге приводилось. И оно было прекрасно. Это вот если бы меня так кормили по этому меню. Нет, но Юра меня круче кормит, конечно. Вот. Я бы была счастлива, потому что там прямо фельдеперсты. И этот человек покупал себе. Но он покупал себе только продукты на ужин. Потому что там завтрак у него в одном месте, обед у него в другом месте. А вот ужин у него дома. И он себе покупал вот эти вот по этому меню. И он вспоминал, так, это событие произошло в тот день, когда у меня вечером была индейка с капустой брокколи. Все, значит, это был вторник. Понимаете? Вот такая вот вещь. Поэтому, что вам мешает? Кстати говоря, самые крутые результаты я встречала у тех женщин, которые по каким-то причинам жили за Северным Полярным Кругом. Вот. И это вахта называлась. И, ну, как бы там нет возможности сходить каждый день в супермаркет. Поэтому они так и делали. Они каждую субботу приезжали в супермаркет. И прям по списочку себе закупали, обеспечивая себе низкоуглеводные завтраки и обеды и ужины. И они прям по меню работали. Я немножко могу вам облегчить ситуацию. Потому что у нас меню-то создано. Вот сразу под этим видео есть первая ссылочка. Она называется «Медицинский гугл». Это приложение. В шапке профиля есть единственная ссылочка. Называется «Медицинский гугл». Приложение. Вот. Вот. Вот.